Санаторий имени А.Д. Цурюпы расположился на берегу чистой и спокойной реки Икорец, притоке Дона, в 90 километрах от Воронежа, в старинном парке, бывшей усадьбе члена Государственной Думы царского генерала Звягинцева. В санатории сохранена первоначальная планировка парка и часть построек. В 1927 году профсоюзом железнодорожников здесь был открыт Дом отдыха, названный в честь Александра Дмитриевича Цурюпы. Александр Дмитриевич Цурюпа. Родился 1 октября 1870 года в поселке Алешки. Умер 8 мая 1928 года в селе Мухалатка, ныне в составе поселка Олива, Крым. Это советские государственные партийные деятели. Член ЦИК СССР 1-4 созыва. Член ЦК ВКПБ с 1923 года по 1928 год. Инициатор введения в стране продовольственной диктатуры. Один из организаторов продотрядов. С 1893 года по 1917 год работал статистиком, агрономом. С 1902 года по 1905 год ссылка в Оланецкую губернию. Также он работал управляющим имениями князя Кугушева в Уфимской губернии. Также был заместителем наркома и нарком продовольствия РСФСР с 1917 года по 1921 год. Был председателем Госплана СССР. И также был наркомом внешней и внутренней торговли СССР. В октябре 1917 года организовал отправку эшелонов с хлебом в Петроград. На заседании СНК выступил с предложением обведения в стране продовольственной диктатуры. Один из организаторов продотрядов и комбедов. Продотряд в период военного коммунизма это вооруженный отряд, участвующий в продразверстке. Продотряды состояли в основном из рабочих, солдат и матросов. Продразверстка это политика обеспечения заходового продовольствия за счет обложения крестьян налогом в виде зерновых и других продуктов в Российской империи и РСФСР, проводимая в период с 1916 года по 1921 год. Первые продовольственные отряды были сформированы в Москве и Петрограде уже в 1917 году. В 1918 году из-за нарастающей нехватки продовольствия продотряды появились во многих крупных промышленных городах. Заготовки разрешались строго подвердым государственным тарифом, а также путем реквизиции хлеба у кулаков саботажников. Известны случаи, когда бойцы продотрядов устраивали беспорядочную стрельбу, фактически грабили пассажиров поездов без особых причин, обстреливали составы, убивали граждан и железнодорожников, мешая перевозкам по железнодорожным дорогам. Деятельность продотрядов стала спусковым крючком Тамбовского восстания и крестьянских волнений в ряде других областей. При этом в годы Гражданской войны именно продотряды позволили обеспечить продовольствием РККК и жителей крупных городов, хотя и обрекали при этом массы крестьян на голодную смерть. Ну, теперь о санатории имени Цурюба. В годы Великой Отечественной войны тут размещались военные госпитали. В 1946 году дом отдыха преобразован в первый в Воронежской области санаторий, получивший нервно-соматический профиль. В 1947 году был перепрофилирован в санаторий для лечения желудочно-кишечных заболеваний с использованием минеральной воды «Белая горка», добываемой в Охучарском районе. С 1970 года функционирует кардиологическое отделение. В 1972-1974 годах введены в строй два корпуса на 350 мест. В 1982 году спальный корпус на 375 мест. Наряду с минеральной водой широко используется лечебная грязь. В 1986 году построен новый лечебный корпус. Санаторий располагает диагностическими и лечебными отделениями, клинической, биохимической и бактериологической лабораториями. Имеются специализированные кабинеты, функциональные диагностики, эндоскопии, ручного и подводного массажа, магнитно- и лазеротерапии и другими процедурами. В последние годы открыты новые отделения, в том числе радоновые. Санаторий рассчитан на 600 коек. Санаторные процедуры включают в себя водолечение, грязь лечение, комплекс физиопроцедур. Местным ноу-хау здравницы является минеральная вода и корицкая. Лечебные свойства местной минеральной воды известны и за пределами санатория. Это стало возможным, поскольку на его территории в 2000 году был открыт цех разлива воды в пластиковые бутыли. Лечение всегда можно совместить с приятным отдыхом. Проволки на парике, участие в экскурсиях, праздничных мероприятиях, дискотехах и концертах, занятия в тренажерном зале, чтение книг местной библиотеки. Вот неполный перечень развлечений, доступных отдыхающим. Комплексное диетическое питание гостей с учетом медицинских показаний осуществляется в столовой. Кроме того, для удобства отдыхающих работает кафе-бар Орхидея. Санаторий имени Цурюпы, один из первых в России, получил в 2002 году международный сертификат качества, выданный австрийским консалтинговым центром, что свидетельствует о предоставлении услуг высокого качества. Учреждение ежегодно становится лауреатом смотра, конкурса «Воронежское качество» и программой «100 лучших товаров России» в различных номинациях. Имея множество преимуществ, перед аналогичными лечебными учреждениями, санаторий носит почетное звание Центральной здравницы Черноземья. Центральной здравницы Черноземья